В Иркутской области началась реализация национального проекта «Демография» и Министерство труда и занятости осуществляет реализацию одного из мероприятий этого проекта «Занятость женщин». Это мероприятие касается женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Это занятые женщины, то есть женщины, которые ушли с работы и сидят дома, занимаются воспитанием ребенка до 3 лет. А также это касается женщин, которые имеют детей до 6 лет, но это женщины, которые не работают. Вот эти категории женщин могут обратиться в Центр занятости по месту жительства и выбрать для себя программу повышения квалификации или переобучения, пройти его бесплатно, разумеется, в удобной для себя форме. Предполагается несколько форм обучения очная, заочная, в электронном виде, дистанционная, то есть все непосредственно под ученика формируется программа, которая наиболее удобна. Могу сказать, что в нацпроекте предусмотрена выплата стипендии для неработающих женщин, которые воспитывают детей до 6 лет на время обучения. Значит, стипендия равна, без учета северного нашего коэффициента, от 14,5 тысяч до 16 тысяч рублей. Я считаю, это достаточная поддержка на период обучения. Ну и хочу сказать, что программы обучения все разнообразные. Мы взаимодействуем и с высшими учебными заведениями, и со средним образованием. Достаточно выбрать программу и пройти обучение. И я думаю, это хороший шанс в жизни пойти по профессиональному пути для женщин. На сегодняшний день 77 женщин приступили к обучению. Программы, которые выбирают у нас в субъекте, наиболее активно это младшие воспитатели, бухгалтера, делопроизводители, обучение на различные программные продукты, один из бухгалтерии и так далее. Но есть и массажисты, есть и кладовщики, есть и мастера по маникюру, педикюру. Но я считаю, что на сегодняшний день мы даем возможность выбрать вообще любую необходимую программу обучения женщине, которая обратится в органы занятости. Проект этот интересный. Общая сумма финансирования в год составляет 42 миллиона рублей. И реализация нацпроекта будет проходить до 2024 года. Ежегодно мы планируем обучить более 700 женщин. Но я думаю, что в любом случае мы сделаем все возможное для того, чтобы потребность всех женщин, которые обратятся за обучением в органы занятости, удовлетворить и оказать возможную помощь.